книга открытым оком тема объединения вопрос 20 вопрос 3937 том 27 когда началось размежевание и кто-то не хотел входить в общение с патриархией то как к ним относились и вчерашние собратья по христианский ли отвечает игнатий тихонович лапкин уж чего не было того и ждать не нужно сразу же в один день обезглавили их назвав раскольниками и нигде не слова из писания не о христе а все о чудотворных иконах они где утащили их с собой читаешь как больные малые дети обзываются и все по пустому цитата в обращении авторы еще раз оповестили священнослужители и пасту русская православная церкви за границей о том что к великой из цитата к великой скорби всех чат русской церкви сестры леснинской обители покинули ограду церкви и ушли в раскол присоединившись к полностью неканоничной группе так называемой русской истинно православной церкви со своим архиепископом тихоном печально что их решение готовилась в молчании отмечается в документе и священно начали и многие честные и искренние друзья монастыря полностью застигнуты врасплох таким неожиданным для них поступком выходит что все те кто любит монастырь вводились в заблуждение относительно истинных намерений некоторых сестер подчеркивается в обращении авторы документа отмечают что только в единой святой соборной и апостольской церкви можно будет разрешить с нашими православными братьями недоумения и исправить ошибки в церкви и только в церкви возможен подлинный открытый соборный диалог о наболевшем говорится в обращении ипархиальный совет призвал всех верных чад русской православной церкви за границей горячо молиться о возвращении сестер лестнинской обители в лоно матери церкви цитата пресвятая дело чудотворная икона божьей матери лестнинская оказывается теперь в плену нечестивых раскольников захват ими нашей любимой обители очевиден переход в другую законную церковную юрисдикцию сопровождался бы отпускной грамотой от правящего архиерея но об этом не ходатайствовали не игуменья монастыря не духовник поэтому вы можете сами судить что таким образом монастырь уходит от церкви а не переходит в другую церковь авторы документа расценивают происшедшее в ленинской в леснинской обители события как ее захват для этого им цитата стоило только соблазнить нескольких монахинь с надеждой получить чудотворную икону ограду территорию имущества находящегося во франции уже более 60 лет монастыря конец цитаты в обращении подчеркивается что монастырь течение более чем полувека жил цитата благодаря постоянным молитвам трудам попечительства бесчисленного количества русских эмигрантов которые берегли эту обитель как зеницу ока и процветал цитата еще одна давая всем чадом русской православной церкви за границей особенно в западной европе возможность посещать то место которое являлось для них духовным сердцем всей нашей епархии текст обращения заканчивается призывом ко всем православным цитата просим молитв всех верных о вразумлении заблудших сестер и верим что пресвятая богородица не допустит чтобы ее чудотворный леснинский образ оставался в руках раскольников попирающих само понятие о церкви христовой конец цитат пророк языки 34 4 слабых не укрепляли и больной овцы не врачевали и пораненной не перевязывали и угнанной не возвращали и потерянной не искали а правили ими с насилием и жестокостью 1 петра 5 2 3 посите божье стадо какое у вас надзирая за ним непринужденно но охотно и богоугодно не для гнусной корости но из усердия и не господствуя над наследием божьим но подавая пример стаду 2 коринфянам 1 24 не потому будто мы берем власть над верою вашей но мы с поспешистуем радости вашей ибо верою вы тверды присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем есть мысли жизнь в безмолвии ночном и в блеске дня и в тишине могилы в движении бесчисленных миров в торжественном покое океана и в сумраке задумчивых лесов и в ужасе степного урагана в дыхании прохладном ветерка и в шелесте листов перед зарею и в красоте пустынного цветка и в ручейке текущим под горою 1849 год и с никитин медвегию вдоль обраган медвегия